привет друзья на улице 6 утра безлюдно но мы уже встали пораньше примерно в половине 6 или около того позавтракали и поехали куда нет не в спортзал для вот так подумали поехали на дачный участок бороться с травой на картошке вчера позвонила бабушка и отругала меня что поле который мы посадили с картошкой начала такого трава и винита было решение позаранку ехать туда немного поработать пока не наступила жара но за ночь сегодня прошел дождь вот такие вот лужи значит и поэтому посмотрим сейчас что там творится немножко еще приопухся так как проснулся недавно но делать что-то нужно поставленную задачу выполнять поэтому вот кошки на дачу здесь еще вот такой сюрприз колесо практически спустила почему-то у меня с утра но все под накачали мы наше колесо мы готовы ехать на картошечку едем а 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 и а а Ну что ж, вот он огород. Вот она картошечка уже возошла. Вот это все придется мне сегодня обработать. Но, наверное, не все, сколько получится. Травы, конечно, много. Вот она трава, вот она картошечка. А вот оно, орудие труда. Несмотря на то, что 21 век на дворе. Вот так гордо упирается в небо моя. Тяпка, как это называют за Байкалией. Ну что ж, начинаем. Занятие нехитрое. Сейчас попытаюсь показать одной рукой. То есть вот так это все. Картошечка поднимается, земля. Немножечко засыпается. И кустик за кустиком, рядочек за рядочком. Все поле должно преобразиться. Наверное, что-то как-то вот так вот. Ну что ж, вот он огород. Вот она картошечка уже возошла. Вот это все придется мне сегодня обработать. Но, наверное, не все, сколько получится. Травы, конечно, много. Вот она трава, вот она картошечка. А вот оно, орудие труда. Несмотря на то, что 21 век на дворе. Вот так вот гордо упирается в небо моя тяпка. Как это называют за Байкалией. Ну что ж, начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. что себе то прыгались приехал с картошки у нас в россии оказывается идет военный переворот пригожин захватил город ростов и требует того чтобы нему привели или сам к нему пришел шайгу и там еще какой-то генерал в общем все путин по этому поводу выразился однозначно сказал что это все враги народа хотя ни одного ни один раз он не упомянул ни имя ни фамилию пригожина конкретных каких-то фамилий имен он вообще не называл сказал ну что те кто поддержит перевод это все будут враги государства и народа и что путин всячески образом будет защите защищать как президент и как гражданин нашей страны будет защищать целостность суверенитета российской федерации в общем начался ни хреново замес вот так вот